И ты говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на дворе в сонный бобок на краю севера, и взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Вы помните, кто это говорил? Это говорил сатана. И его целью там, на небе, было зайти и сесть где? На месте Бога. Что значит на месте Бога сесть? Это значит, чтобы ему поклонялись. Эта проблема, которая возникла на небе, она пребывает до сих пор, она пребывает на протяжении всей истории. Сатана хочет поклонения, сатана хочет быть на месте Бога, как поклоняются Богу, чтобы поклонялись Ему. То есть фактически он хочет создать свою религиозную систему. Сатана не устраивает атеизм без Божия, потому что сатана ищет поклонения, а в атеизме поклонения как такового не существует. Поэтому всю историю человечества, то, что мы видим, он ищет и навязывает людям какое-то поклонение. Посмотрите, когда он искушал Христа в пустыне, вы помните, это Евангелие Матвея, например, 4 глава, он начал издалека, камни превратит в хлеб, там еще что-то, и в конце концов он все равно привел к чему? Поклонись мне, и я тебе передам этот мир. То есть эта проблема у него, она все равно вылазит, она вылазит везде. Даже в разговоре с Христом он привел к тому, что поклонись мне. Ему хочется поклонения. Теперь вы смотрите, когда мы читаем книгу Откровения, в 13 главе, в книге Откровения, в самое последнее время, период гонений, в 13 главе, в 4 стихе написано, что они поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И в 3-4 стихе написано, что они поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю. Дракон – это сатана. То есть, опять же, мы видим, что в самое последнее время он приведет человечество опять к поклонению себе. Это его цель, и в момент, когда Христос будет сходить на землю, общество на земле не будет значить атеистическим. Оно будет религиозным. Будет просто сатанинская религиозная система. Теперь скажите, пожалуйста, какое общество вы видите сейчас вокруг? Религиозное или секулярное? Больше секулярное. Это еще в Азербайджане. Если вы поедете в западные страны, больше даже в Европу, то 99% людей скажут секулярное. Это действительно так. Сейчас общество во многих странах в основном секулярное, хотя на протяжении почти всей истории оно было религиозным. И книга Откровения нам показывает, что в самом конце времени, ближе к пришествию Христа, оно опять станет религиозным. А сейчас секулярное. Почему это произошло, и как будет совершаться этот процесс, и какое место Божьего народа в этом, это предмет нашего сегодняшнего исследования. Вы помните, что... Давайте я обратил с вами внимание на такую вещь. На протяжении всей истории человечества, человечество в основном было религиозным. После падения Адама, в общем-то, к времени Ноя, уже большая часть людей ушли в языческие культы. На протяжении всей истории мы видим, когда обнаружили любые народы, все народы Земли, они имели какие-то религиозные системы. То есть все общество было религиозным. Почему? Потому что человек был создан духовным существом. И дух человека ищет всегда духовных ценностей. Разум человек устроит так, что в человеке есть ощущение понимания того, что такое поклонение. Ощущение понимания и нужда в духовной связи. Человек сам по себе духовное существо. Поэтому состояние атеизма для человека, оно противоестественное. Наверное, даже в наше время, когда многие люди атеисты, но как только начинается землетрясение, у них сразу бывают другие мысли. То есть атеизм до первых толчков землетрясения, например, общество было религиозным вплоть до, когда осуществился сдвиг в сторону секулярного. Конец 18 века. Те, которые изучают пророчества в книге Даниила, они хорошо помнят дату 1798 года, когда мы знаем, что зверю была нанесена смертельная рана, когда власть, стоящая во голове всех религиозных течений Земли, папская система, получает рану от вновь возникшего секулярного движения. Атеистическая мысль возникла во Франции, в центре Европы, но в общем-то достаточно быстро охватила всю Европу. И потом с Европой перекинулась и на другие страны. Но и до сих пор в общем-то именно Европа является центром атеизма. И именно Франция, это та страна, и некоторые восточные европейские страны, это та страна, которая самая атеистичная. Что происходит и почему это возникло? Зачем это нужно было сатане? Как вы думаете? Если сатане нужна религиозная система, почему подталкивать людей в атеизм? Чтобы отожрать от Бога. Но сатана всегда норовит привязать людей именно к себе, чтобы они поклонялись ему. Дело в том, что люди-то они тоже не совсем пешки. И у людей зрело недовольство существующей системы. На протяжении всей истории человечества, то, что система была религиозная, но во времена Средневековья эти тиски сдавились слишком тесно, гайки слишком сильно закрутились. И в людях назрел этот конфликт. И продолжать держать людей в этой системе уже было невозможно. Им нужен был какой-то выход. Как в котле, когда повышается давление, клапан срабатывает и выпускает пар. То же самое произошло в истории человечества. Тогда, во Франции, в конце 18 века, Эр-Клапан открылся. И я бы это сравнил с майкиком. То есть, вы знаете, что майки качаются в одну сторону, потом приобретают инерцию для того, чтобы качнуться в противоположную сторону. Всю историю человечества. Майкик был в одной стороне. В стороне сильной религиозности. И сатана в этой религиозной системе, в тоталитарной религиозной системе, сильно сдавил тиски. Больше держаться так не могло, потому что в людях назрело недовольство этим. И сатана качнул этот майкик, опустил его фактически. Люди вначале качнули его в противоположную сторону. И сейчас, ну в общем, на протяжении всего 19-го и 20-го века, вы знаете, идеи эволюционизма возникли, идеи фотоапоммунизма возникли и так далее. Когда они все связаны друг с другом, это было движение майкиков в противоположную сторону, в атеизм. Сейчас мы с вами наблюдаем майкик, когда он достиг или предела, или там очень близко уже к пределу, в этой противоположной стороне, в стороне атеизма. Потому что сейчас в западном мире, да и в этом и здесь тоже, уже начинают чувствовать проблемы, которые несет эта атеистическая система. Атеистическая система несет массу проблем. Разрушение семей, изменение вообще понимания того, что такое мужчина и что такое женщина, несет проблемы с наркотиками, несет проблемы с моральными струями, совсем-совсем. То есть человечество, в общем-то, занесло уже очень далеко в эту крайность. И это необходимо сатане. В общем-то, сатана даже отталкивает туда маятник как можно сильнее. Для чего? Чтобы он приобрел больше импульса, больше инерции потом, качнуться опять в противоположную сторону, опять в сторону религиозной системы. Которую мы видим в конце книги Откровения. В общем-то, в момент пришествия Христа, она и доминирует. То есть мы сейчас с вами живем в очень интересное время. В тот момент, когда маятник достиг одного лимита, одного предела, состояния атеизма, и человечество уже готово, и это будет происходить, видимо. Кстати говоря, одна из сильных атеистических стран была Советский Союз, правильно? То есть Российская империя была религиозной в 19 веке, но стала атеистической в 20 веке. А посмотрите, что произошло буквально на протяжении жизни каждого из нас. На протяжении последних 20 лет маятник качнулся в другую сторону, правильно? То есть мы с вами будем, возможно, свидетелями того же самого в Европе, в Северной и Южной Америке, в других странах, которые сейчас находятся в этой стране. То есть маятник, вот сейчас именно, он начнет двигаться в противоположную сторону. И приведет опять в религиозную систему, что в принципе и нужно сатане. Вы знаете, не только люди являются духовными существами, сотворены. Сатана сам сотворен духовным существом. Вы это знаете? Да? Он на небе кем был? Он был священником на небе, он был поважен херувимом, он выполнял определенные духовные функции. И в духовных сферах именно он и чувствует себя, как рыба в воде. Он сам религиозный, потому что он сотворен таким образом, что естественно его Бог сотворил. И в духовной сфере он мастер, так скажем. Здесь он разбирается, здесь он себя чувствует, здесь он чувствует себя комфортно. В атеизме он чувствует себя некомфортно. Ему нужна именно религиозная система. К этому он и приведет человечество опять, он его вернет опять. Эллина Уайт в книге «Великая борьба» говорит о том, что после всего этого секулярного отступления потом будет так называемое ложное пробуждение. Вы читали? Да. Ложное пробуждение. То есть люди будут опять возвращаться в церкви, люди будут приходить в церкви, люди вернутся к Богу, но в этом пробуждении будет большая проблема. То есть там не будет знания Божьего закона, там не будет знания Божьей истины, там в принципе не будет поклонения Богу, но это будет религиозная система, она будет иметь форму, очень похожую на форму Божьей церкви. Но будет какая-то разница. Итак, мы с вами понимаем, что в истории происходит вот этот процесс, и этот процесс он обязательно должен быть показывать в Библии. И сейчас мы с вами посмотрим три места в Библии, где описана эта война и вот это движение маятника, и то, что происходит с Божьими людьми в каждом из этих случаев. Хочу обратить внимание, прежде чем мы с вами приступим к книге Откровения, мы с вами сейчас, как ни странно, начнем с Откровения, потом перейдем к Денилу, а потом к книгу Бытие. Как ни странно, книги Бытие тоже эта картина есть. Но прежде всего, давайте обратим внимание на Божий народ. Большая часть Божьего народа, находясь в этой секулярно-аттеистической системе, хочет чего? Хочет опять религии. Правильно? А люди понимают, находясь в этой системе, люди понимают, что это грех, это мерзость, это плохо, нам нужно назад в Бог, нам нужно опять религию. И именно эти люди и будут основными действующими лицами в ложном пробуждении. Потому что, находясь в этом, потом в определенный момент, когда сатана качнет маятник в обратную сторону, откроет дверь церквей, проповедь, друзья, давайте обратно, назад в религию, то, как было грех, то, как было мерзость, возвращаемся к тому, что нужно. И очень многие люди скажут, да, нам нужна религия. Только религия должна защитить наши семьи, наших детей от наркотиков, только религия может вернуть человеку в состояние духовной состоятельности, духовного счастья. И люди пойдут туда. Так, в общем-то, это сатане и нужно. Потому что люди попадут в его духовный плен, в его религиозную систему. Теперь давайте посмотрим, что происходит в книге Откровения, в книге Даниила и в книге Бытие. Начнем, наверное, с книги Откровения. В 13 главе книги Откровения, в 3 стихе мы видим то, что происходит со зверем. В 13-е Откровение. Я видел, что одна из голов его, этого зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и делилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. Итак, мы с вами видели дракона, что дракон — это сатана. Этот зверь — это его ложная религиозная система, возглавляемая институтом папства. И этот зверь получает смертельную рану. Мы с вами знаем, когда это произошло. Это не новость, это произошло в 1798 году. Рана выглядит смертельной, потому что институт папства теряет всякую политическую власть, всякую военную власть, он теряет уважение у верующих людей, очень многие уходят в протестантизм. Практически все протестантские направления в то время провозглашали, что папство — это зверь. В наше время это уже не так. Посмотрите, что происходит в наше время. В начале 20 века папство опять принимает политическую власть. Создается государство Ватикан. Фашистским режимом в Италии и в Уссалине создается государство Ватикан. Ватикан начинает признавать все другие страны. В конце концов, в 80-х годах государство Ватикан признается также сверхдержавами СССР и США. Государство Ватикан имеет сейчас воздействие на все государства мира. И, кроме того, орден иезуитов, который был создан папской системой для того, чтобы воздействовать на другие религии, в наше время, в общем-то, очень сильно развит, хотя это вопрос отдельного обсуждения. Итак, смертельная рана, которая казалась смертельной 200 лет назад, в наше время мы уже, по-моему, можем сказать, что исцеление, оно явно, оно видно. Сила у этого зверя опять есть. Книга Откровения говорит о том, что последует после этого. После этого говорится, что вся земля делилась зверю и поклонилась дракону, который дал власть зверю. То есть, последствием этого будет поклонение людей драконам. Теперь давайте откроем с вами другую книгу, великую книгу пророчества, книгу пророка Даниила. В одиннадцатой главе книги пророка Даниила, в сороковом стихе, в сороковом стихе, есть продолжение великой борьбы между Северным и Южным царством. В самом начале этой борьбы, в самом начале этой главы, Северное и Южное царство символизируют Египет и Грецию, Египет и греко-сирийское царство к северу от Израиля. Поэтому они так называются. Но потом, постепенно, когда мы читаем эту борьбу, мы сейчас с вами не будем детально изучать одиннадцатую главу книги пророка Даниила, она очень интересная, но на северное вот это царство греческое, оно поглощается Римом. Южное царство вообще уходит в границ из этих стихов, и то есть до сорокового стиха его нет. И, в общем-то, над всем владычествует Северный царь. Мы понимаем, кто такой Северный царь. Кто хотел сесть на краю севера? Сатана. Кто такой Северный царь? Это власть сатаны, в данном случае на земле, потому что сатана действует на земле, это его власть, это его ставник, это вот эта система, ложная религиозная система, которую он создает. Почему она северная? Кто на самом деле, на краю севера чей трон? Как написано в Исаии, Божий трон, правильно? То есть сатана говорит, что я зайду на краю севера и сяду на месте Всевышнего. То есть край севера символизирует абсолютную власть, власть Бога, и сатана на нее претендует. Поэтому Северный царь здесь, на земле, это та власть, которая претендует на духовную власть, духовный авторитет на земле. Мы понимаем, что это ложная религиозная система, возглавляемая папством. Большая часть 11 главы говорит именно об этом, говорит о Северном царе. И вдруг в 40 стихе появляется некий Южный царь, которого до этого уже давно не было. И идентифицировать, кто такой этот Южный царь, нам позволяет интересная вещь. Если мы знаем еврейский язык, то в 40 стихе мы читаем, под конец же времени, а конец времени это вот не так давно, можно сказать, да, под конец времени сразится с ним, тоже с Северным царем, сразится с ним Царь Южный. И Царь Северный устремится, как буря на него, с корисницами, и всадниками, и многочисленными кораблями, и нападет на области, и наводнит их, и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Муа, и большая часть сынов Амоновых. Вот сейчас мы с вами разберем, что это такое. В самом начале, в 40 стихе, говорится, в русском переводе звучит, под конец времени сразиться с ним Царь Южный. В еврейском тексте там используется цивол, которая означает забодать рогами или нанести рану. Ну, рогами, то есть нанести рану. То есть мы видим, что Царь Южный наносит рану Царю Северному. Царь Северный это кто? Это зверь. Это возно-религиозная система, которая названа зверем в книге Откровения. В книге Откровения зверь что получает? Смертельную рану. Замечательно, в книге Откровения зверь получает смертельную рану, от которой потом, от кого, кстати, получает зверь смертельную рану? Ну, в 1798 году. Атеизма, да? Атеистического атеистического движения, которое возникло в Европе. Получает рану, но потом он от нее исцеляется и опять обретает власть. Это то, что нам показывает книга Откровения. Здесь Царь Северный получает рану от Царя Южного, но потом она от нее, видимо, исцеляется, потому что написано, что Царь Северный выступит против него с огромной силой. То есть Царь Северный берет военный реванш и захватывает все. То есть это самая картина, правильно? Итак, Царь Южный здесь, это и есть вот это атеистическое силы движения, которое долгое время ее не было, поэтому там середина 11 главы Даниила и Царя Южного вообще нету, говорите, только про Северного Царя. кстати говоря, не просто так, в самом начале это был Египет, в самом начале 11 главы был Египет, потому что войска Наполеона в Европу вернулись и пришли именно из Египта. Вы знаете, что войска Наполеона, которые, в общем-то, и были основной военной силой Французской республики, те самые войска, которые захватили в популярен Баку Римского, они воевали перед этим в Египте. Ну, и тогда еще одно историческое такое совпадение, можно сказать, но мы видим, это значит, что на незнанесшей раму Северному Царю в орхо-религиозной системе Южный Царь это атеизм, но Северный Царь написано, потом выступит против него с огромной силой и все захватит. Что написано? Во-первых, он захватит самого Южного Царя, Советский Союз уже не выстанил. То есть атеистическое, крупнейшее атеистическое государство не выстанило. А атеизм в Европе тоже, скорее всего, мы с вами будем свидетелями, начнет встречать ваш вам и обрушиться. В Китае, в принципе, та скорость миссионерства, которая сейчас в Китае, позволяет нам предположить, что через 10 лет в Китае уже больше половины могут быть в Христине. Этот процесс идет, но в результате него что происходит? Тут описано, что царь Северный выступит и наводит все области, можно сказать, все страны или все религиозные системы, пройдет через них и потом написано, он войдет в прекраснейшую из земель. Что есть прекраснейшая земель? Ну, для Даниила, израильтяну, что есть прекраснейшая земель? Израиль, это Израиль, конечно, конечно. Итак, царь Северный не просто захватит все области, то есть подомнет под себя все религиозные системы, он войдет также и в Израиль. Мы понимаем, что речь здесь идет о пророчествах, здесь написано было в церковном стихе в конце времени, значит, понятно, что это не политическое государство Израиль, здесь речь идет о духовной терминологии, и духовной Израиль, то есть Божья церковь. Царь Северный наводнит все области и войдет также и в прекраснейшую земель, то есть он проникнет и в Божию церковь тоже, каким-то образом он и ее тоже наводнит. и многие области пострадают от него. Действительно духовно пострадают, потому что люди будут обмануты и будут фактически взяты в духовный плен. Это и есть ложное религиозное пробуждение. Многие выскочат из атеизма радостной, что они могут вернуться в Богу и попадут в ложную церковь. Многие среди Божьего народа клюнут на какую-то приманку и попадут в ложную церковь. Или даже здесь написано, что он захватит, то есть проникнет прекраснейшую земель. То есть возможно как и учение это проникнет. Смена учения, лидерство, все что угодно. То есть что-то произойдет. Но будут те, которые от него спасутся. То есть это хорошая вещь для нас с вами. Будут те в духовном Израиле среди Божьей церкви будут люди, которые спасутся от него. И здесь они названы еще как? То есть они названы Эдом, Муав и Амон. Обратите внимание, то есть не только сам Израиль тянет, а Израиль тянет это понятно ядро первых. Но и кто такой Эдом? Это родной брат Израиля? Кто такие Амон и Муав? Амон и Муав это народ Лота, это потомки Лота. Во-первых, кстати, заметьте, потомки Лота мы с вами сейчас обратим на это внимание, когда мы будем смотреть другое пророчество. Но это тоже ближайшие родственники Израиля фактически. Через Лота, через Эбрама, это ближайшие родственники. То есть люди, которые или были в Божьей Церкви, или были, ну, кого можем называть братьями? других христианам, других верующих, которые тоже поклоняются Богу. То есть многие из разных религий, из разных частей, они спасутся, они будут спасены Богом. Каким образом? Мы сейчас с вами увидим, когда мы увидим новую силу, которую выйдет на арене. Но Бог спасет из различных религий людей от этого ложного учения, от ложного религиозного пробуждения. Он их выведет. Теперь давайте посмотрим на то еще в одном месте, как показана эта война. Итак, еще раз обзор. Большую часть истории человечества под религиозной религиозной системой в один момент в конце времени атеизм, то есть люди взбунтовались, возникло движение атеизма, но она долго не продержалась, и рожная религиозная система опять все захватывает. Окей? Окей. Открываем теперь книгу Бытие, и видим ту же самую картину. Книга Бытие «Война во времена Абрама», 14-я глава книги Бытие. Давайте я прочу. «И было во дне Амрафела, царя Синаарского, Ариохан, царя Илоссарского, Кедару Аммера, царя Эламицкого и Кедаря, царя Гоимского, и пошли они войною против Беры царя Содомского, против Бирши царя Гоморского, Шинаба, царя Адмышема, Беры царя Сибаимского и против царя Беры, которые есть и гор. Все сии соединились в Дали Исидим, где ныне Маорис Соленая. 12 лет. А, давайте сначала разберем, что это за сила. Итак, у нас здесь показано два лагеря. Что является ядром первого лагера? Ядром первого лагеря является царь, интересно, царь, Амрафио-царь Синаарский. Что такое Синаар? Вон, Бабилонская база. Синаар это Бабилон. Да. Синаар впервые упоминается в 11-й экологии книги Бертия, где они строят Бабилонскую базу. Синаар это Бабилон. Итак, Амрафио-царь Синаарский это царь Бабилона. Это Бабилон. Но у него есть союзники. Нечестивая земля, где вот эта епа с нечестием летит, она в земле Синаар. Тоже верно, тоже Бабилон, тоже пророчество имеется отношение к этому времени. Это во Франции находится. И царь Кедар-Ваумер Эламский царь, а Элам это часть Ирана, которая гранична с Бабилоном. Тоже рядом. Видимо, это его военные союзники. Там, кстати говоря, то, что здесь в русском языке написано Цидаль-царь-гуимский, на Цидаль-царь-народов. Гуимский неправильно перевели на русский, там слово Гуим вообще по-еврейски Гуим означает народы. Все народы, которые не евреи. Называется Гуим. На еврейском языке. Цидаль-царь-народов. То есть, в общем-то, у этих союзников большая военная сила. Ядром является Вавилон, как мы видим в Синаар, то есть Вавилон, и вокруг него его военные союзники. Это один лагерь. И мы понимаем, что это лагерь, кого мы видели? В книге Даниила это Северное Царство, то же самое и ложная религиозная система, потому что Вавилон именно называется ложная религиозная система. В книге Откровения он тоже есть. Это Вавилон, или это вот этот зверь, который ложная религиозная система. Ложная религия, у которой возглавляет это папство. Другой лагерь. Мы видели, что другой лагерь это что? Какая мысль? Атеистическая, правильно? Та, которая наносит смертельную рану зверя в Откровение, южный царь, который наносит рану северному царю в книге пророка Даниила. Атеистическая мысль. Посмотрите, как здесь показана эта власть, эта сила. Царь каких городов? Содома и Гамора. Друзья, лучше не придумаешь, потому что Содома и Гамора это действительно были те места, где возникло вот это движение атеизма. Те времена, в древние, оно не ново, кстати говоря, и оно привело общество Содома и Гамора к ужасному разложению. Возникли даже проблемы, что такой мужчина, что такой женщина, то, которое мы видим с вами и сейчас в атеистическом мире, правильно? Вот. И мы с вами здесь тоже видим войну с одной стороны со стороны Вавилона, с другой стороны Содома и Гамора. И мы с вами понимаем, что книги Даниила и книги Откровений это рожная религиозная система и атеистическая система. Теперь посмотрите, что с ними происходит. Что с ними происходит. Четвертый стих. 12 лет были они в порабощении у Кедаро Омера, а это союзник Вавилона, а в 13-м году возмутились, то есть восстали. Но в 14-м году пришел Кедаро Омер и цари, которые с ним, то есть у него на его союзнике, и поразил, и там перечисляется, кого он поразил. Всех поразил. Итак, что проявляем? 12 лет Вавилон доминировал, 12 лет Вавилон держал всех под своей пятой, в 13-м году Содома и Гамора восстали и обрели независимость, но в 14-м году Вавилон опять захватывает. Это вторая самая картина? Всю историю религиозной системы доминировала, потом зверь доминировал, сколько там? Столько там зверь, только Павская система 1260 лет доминировала. Потом в 1398-м году зверь получает смертельную рану, пару сотен лет мы с вами имеем, вроде как атеизм возмутился, атеизм взорвался, но потом зверь опять захватывает. То, что мы с вами видим в Откровении, или у Даниила мы что видели? Северный царь, северный царь, северный царь, в конце времени южный царь наносится муралом, но северный царь обратно все захватывает. Тот же самый процесс мы с вами видим здесь, в этой войне. Но параллельно это не заканчивается, друзья. Что происходит дальше? Да, мы с вами видим, в следующем стихах перечисляются, что они захватили. А, что дальше? Давайте, восьмой стих. Вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адми, Сиваимский, царь Белый, то есть союзники Содома и Гоморра, и вступили в сражение с врагами, то есть вавилонянами и их союзниками. Четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содома и Гоморра, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас и ушли. Интересно, что в этой истории царем Содома и Гоморра происходит предвестник того, что произойдет с самим Содомом и Гоморрой. Здесь они падают с военными ямами, то есть это яма с битумом, с горюче-смазочным материалом, а на Содом и Гоморра потом эти смола и огонь, они прольются на целые города. Но вначале с этими царями это происходит здесь, после этого сражения. Но мы видим, что вавилоняне со своими союзниками захватывают Содом и Гоморры, грабят их и в общем-то даже уводят в плен и людей. Вот здесь очень интересный момент. Потому что в Содоме и Гоморре жили божьи люди. Вы помните, кто? Кто жил в Содоме? Луахе. А вы помните, мы сегодня уже слышали именно Луаха? Криньки Даниилов, кто упоминается? Ну, Луаха упоминается, Муаха, Амон, это его сыновья, этот народ, это же наура Тота. Итак, книга «Пацанники и Гриим» говорит нам, что Лот, живя в Содоме и Гоморре, мучился в душе своей из-за того греха, который творился вокруг. Он был томим этим, ему это не нравилось, мучился, мучился, в конце концов был уведен в плен Бабилона. Друзья, теперь мы с вами давайте посмотрим на историю. современная атеистическая мысль, вся эта мерзость, которая приходит вместе с атеизмом и безбожничеством, она мучает и томит душу тех людей, которые понимают, что нет, все-таки это грех, это плохо и нужно Богу. Мучаются и томятся. Но когда будет вот это ложное возрождение религиозное, и люди хлынут в церковь, эти люди, которые томятся и мучаются в этом Содоме и Гоморре, давайте называть своими именами, этот атеистический мир, это Содом и Гоморре, который вокруг нас, эти люди скажут, все, достаточно для нас этой мерзости, нам нужна религия. И они пойдут куда? Они в Вавилон пойдут. Они пойдут в Вавилон, они клюнут на ложное религиозное пробуждение, они пойдут в ложную религиозную систему, в которой сатана постарается к этому времени построить много церквей, больших, широких, удобно, с широкими дверями, подготовить много проповедников, красных, речивых и умных, и подготовить телевидение, подготовить сайты, подготовить музыку, то, что привлечет людей как можно больше. Уже есть кто-то говорит, будет еще больше. Потому что он над этим работает, у него это проект основной, потому что он хочет поклонения, и он в общем-то человечество к этому и подталкивает. Майки хочу на противоположную сторону. Друзья, лот, а лотом здесь можно назвать верующих людей, пребывающих в Содоме и Гаморе. И когда Вавилон возобладает, лот пойдет в плен, в Вавилон. Лот пойдет в Вавилон, лот будет пленен. Однако, и книга Бытие, и книга Даниила говорит нам хорошую новость. Что нам сказал Даниил? Что будут, которые спасутся из народа лота, правильно? Он говорит, что Муаф и Омон, они спасутся, братья израильтян будут, которые спасутся. А книга Бытие там, лот, спасен или не спасен? Спасен. Благодаря Абраму спасен. Аминь. И вот здесь очень интересная вещь в параллеле между главой книги Бытие и книгой Откровения. Потому что Бог тоже не сидит сложа руки. И Бог тоже ведь участвует в этой войне активно. И в эту войну вступает новая сила. Итак, давайте мы с вами посмотрим, что написано в Бытие 14 главе 12 стихе написано, что вавилоняне и союзники взяли лота племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его. И ушли. Лот, считайте, уже попал в Вавилон. В книге Откровения написано весь, который будет звучать к Божьим людям, если угодно, к этому лоту, то есть людям, которые представляют лота, которые находятся в Вавилоне. В 18 главе 4 стихе Откровения что написано? Я услышал иной голос с неба говорящий, выйдя из нее из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться, язвом ее. То есть, в последнее время, к моменту вот этого великих испытаний, очень много Божьих людей будет в Вавилоне. Я не говорю всех, и мы сейчас увидим, кто не будет, но очень много Божьих людей окажется в Вавилоне, потому что очень многие поведутся на систему, которая активно сломит атеизм. Потому что этот Вавилон, расширение этого Вавилона, ложное религиозное пробуждение, оно сломит атеизм. Тот самый атеизм, который мы с вами, нам он неприятен, нам он омерзительный, но понимаем, что Содом и Гамора. Вавилон захватит Содом и Гамора. И очень многие люди там будут. И глаз Божий обращен к Божьим людям, которые будут находиться в этом Вавилоне по незнанию, по ошибке, но которые в сердце готовы отозваться на истину. И очень многие отзовутся. Поэтому многие залавы ОМОНа, они будут спасены. Лоб будет спасен. Итак, давайте посмотрим, прежде чем мы с вами увидим, что есть другая сила, которую Бог ведет в войну. Он бросит в бой свой спецназ. Говоря военным языком, у него на этот момент подготовлен спецназ. Особое предотделение, которое в этот момент, самый трудный момент, он бросит в бой. Ну, прежде чем с вами, давайте увидим сейчас две группы спасенных людей просто. Второе послание писала Никитцам. Четвертая глава. Второе послание писала Никитцам. Четвертая глава. Пятнадцатый стих, и далее я читаю. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении при гласе с анхангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И там всегда с Господом будем. Здесь мы видим с вами две группы людей. Оставшиеся в живых и мертвые. Мертвые будут воскрешены, оставшиеся в живых им воскресать неоткуда, они и так живые, и они вместе будут вознесены для встречи Христа. Многие протестанты говорят о том, что будет так называемый рапчер, тайное вознесение. То есть, одни люди будут вознесены раньше, другие будут вознесены позже, через какое-то время. Здесь позвоните с его никийцем. Господь говорит через алкотство совершенно точно, что две группы людей встретят Христа одновременно. Одни будут встречать живыми, никогда не познавшими смерти, другие будут мертвыми и воскресенными для Христа. А написано, змея был вознесен в пустыне. Да, но это другая история. И человек тоже вознесен. И многие верующие тоже будут вознесены. Итак, две группы людей встречают, и мы с вами видим это великое множество одних людей и какое-то количество других людей, которые будут встречать его живыми. Теперь давайте посмотрим седьмую главу, чтобы увидеть Божьи спецназ. Седьмая глава с первого стиха же сообщается о подготовке великих гонений на земле. После всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и море, говоря, не делайте вреда ни земле, ни море, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. и слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Итак, великие гонения, которые здесь показаны, как вот эти ветры, которые должны будут дуть на всю землю, естественно, принося какой-то урон в духовной сфере, они удерживаются Богом. Здесь показаны посредством четырех ангелов. Это интересно, если четыре ангела всего могут удерживаться тому с его великим множеством. Божий ангел уже сильнее намного. Они удерживают это до тех пор, пока не образуется этот отряд. 144 тысячи получивших Божию печать из всех колен Израилевых. Что такое из колен Израилевых? Мы с вами понимаем, что даже к моменту написания этих строк 12 колен в Израиле уже не было. Да и мы с вами понимаем, что Бог уже давным-давно передал свою миссию от этнического Израиля к духовному Израилю, то есть к Божьему народу в целом, церковь в целом. Итак, 12 колен Израиля здесь символизирует целую церковь, то есть весь Божий народ. И в нем будут люди, я не знаю, честно говоря, 144 тысячи это буквальные, может быть, буквальные, а может быть и нет, а может быть какое-то другое число, может быть символическое число. Но сколько-то тысяч людей будет, не знаю сколько, сколько тысяч людей, которые получат Божью печать. Мы помните, с вами прошлое говорили о том, что Божья печать это Святой Дух. А что такое печать? Это означает, что Бог, он запечатляет их Святым Духом. Почему? Когда ты ставишь печать на документ какой-то, когда тебя вполне устраивает то, что там написано, ты уже не хочешь, чтобы там что-то вычеркивалось, ты уже не хочешь, чтобы туда что-то добавлялось. Этот документ, так как он написан, он соответствует твоему желанию. То есть, эти 144 тысячи получают печать на голову, означает, что их разум уже именно такой, как Бог хочет, чтобы он был. Бог уже не хочет, чтобы в нем что-то поменялось, чтобы что-то убралось оттуда, что-то добавлялось. Они преобразовали свой разум в полном соответствии с Божьим стандартом, и Бог это подтверждает в своей печати. И именно это и дает им Святого Духа. И когда образуется этот отряд, Бог может отпустить ветры, отпустить силы сатаны на земле и сказать, все, теперь делай то, что ты хочешь, потому что мои люди здесь, они выстоят и они сделают свою работу. А их работа очень серьезная, потому что именно их работа и спасает множество других людей, которые в плену в Авиона. То есть эти 144 тысячи, они не в плену. Мы с вами это понимаем, и мы с вами сейчас это увидим. Итак, а посмотрите теперь, то есть написано, 144 тысячи из Израиля запечатленных, и дальше, в 9 стихе написано, «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояли пред крестом, и пред амсов в божьих белых одеждах и спальнями ветвями в руках». И мы с вами видим явное противопоставление, потому что, с одной стороны, 144 тысячи, а здесь великое множество, которые нельзя перечесть. Понятно, что это не 144 тысячи, только сейчас 144 посчитали, а это великое множество, которое нельзя посчитать. Эти из 12 колен Израиля, а здесь написано, из всех колен, всех народов и всех племен. То есть понятно, что это две разные группы людей. Да? Две разные группы людей. И одни, если это те 144 тысячи, которых мы знаем, что это те люди, которые будут встречать Христа живыми, а другие, это те люди, которые пройдут через смерть. И великое множество из всех народов, это те люди, которые умерли, умерли когда-то, умирают сейчас, или умрут во время брацирских гонений. Те люди, которые умерли, но с Бога, и Бог воскресит их, даст им белые одежды и берет на небо. Посмотрите, что они сказали. В 14-м стихе, в 14-м стихе, ангел объясняет апостолу Иоанну, о великом множестве говорит. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежду и убилили одежду своей кровью Агнца. Итак, великое множество, оно, оно будет убито в этой великой скорби. Тогда как 144 тысячи, во время великой скорби, это активные участники сражения, которые сатана убить не в силах. Почему не в силах? Потому что на них Святой Дух, ведущий их в эту последнюю битву и гарантирующий то, что они встретят и сражения. А вот с пальмами и без яг, значит, это где-то на юге будет? Потому что у нас дубы здесь, а пальмы нет уже? Да, и теперь посмотрим. Давайте теперь посмотрим, что происходит это с точки зрения сатаны и его системы. Для этого опять возвращаемся в 11 главу пророка Даниила. И в 11 главе пророка Даниила написано, что когда северному царю будет нанесена эта цель ирана от южного царя, северный царь ожесточается, с большой силой и с большой скоростью выступает, захватывает все, что только можно захватить и даже то, что нельзя. Захватывает, захватывает, захватывает. А потом в 44 стихе написано, но слухи с востока и с севера встревожит его и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. Вот теперь давайте посмотрите. Он северный царь, он это все захватывает, но слухи, но бывает какая-то новость, что что-то начинает происходить, что его тревожит. Он понимает, что ему осталось очень мало времени. И это начинает происходить с двух сторон, с севера и с востока. Друзья, он сам по себе царь северный. Что же такое с севера для него? Что такое север вообще? Почему он царь северный? Он царь северный, потому что он претендует на божий авторитет, на божью власть. Мы с вами видим, что сатана хотел сесть на краю севера. То есть край севера это символ направления божьей власти. Если он царь северный, он претендует на божью власть, но на него есть настоящий северный царь. Это кто? Это Бог. То есть новость, которая его беспокоит, исходит со стороны севера, то есть от Бога. Он видит что-то, что Бог делает и со стороны востока написано. Сейчас мы с вами дальше будем читать, где он раскинул свои шатры между священной горой и морем. А священная гора находится, ну понятно, что это Сион в Иерусалиме, море, понятно, это Средневное море, он между ними, то есть к востоку от него находится Сион, к востоку от него находится Божия гора. То есть север, понятно, север это Бог, а что к востоку, то есть что на Сионе в этот момент? Книга Откровения, 14 глава, первый стих. И взглянул я, и вот Агнин стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гусрах своих. Итак, здесь показано, что Сион, почти Сион это центр Иерушалима, если Иерушалим это центр Израиля, то Сион это центр Иерушалима. Теперь в духовном плане, если Израиль, мы понимаем, это Божий народ в целом, Сион это самое-самое сердце, то есть это остаток среди Божьего народа. Даже если весь Израиль, как мы видели, прекраснейшую страну, вошел в северный царь, захватывает ее, но в нем остаются, эти 144 тысячи, остается верный Божий остаток, принявший Духа Святого, потому что он сумел изменить свое сознание полностью по Божьему стандарту, и они стоят на Сионе, показаны и с ними вместе Христос. И это и есть та сила с востока, которая угрожает северному царю. Итак, Бабилону духовному, который в общем-то преуспел, и кажется, что он захватил всю землю, сейчас угроза идет с двух сторон, от Бога и от 144 тысяч. Ну, понятно, что 44 тысячи тоже ведомы Духом Святым, то есть Бога. Они действуют с Божьей силой. И они, в чем эта угроза для него? Здесь написано, я услышал голос с неба, как звук сильного грома, и услышал гуслистов, играющих на гуслях своих, и они, эти 144 тысячи, поют новую песню. Я верю, что это символизирует не только песню победы, но это еще и песню вот этой последней проповеди, потому что силой грома должен позвучать последний вот этот призыв к людям выйти из Бабиона. То есть это стихи, которые мы читаем сейчас вот здесь, вот в этом месте. И еще Христос не пришел на землю. Почему? Потому что в шестом стихе написано, я увидел другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. То есть проповедь Евангелия продолжается живущим на земле. Значит, в этот момент пришествие еще не совершилось. Сотсорок четыре тысячи готовы. Гром гребет с неба. То есть некие знаки откровения идут от Бога. И они же идут от ста сорока четырех тысяч в виде их песни. То есть в виде их свидетельства идут для того, чтобы и это проповедуется в этот момент вечное Евангелие. Это последняя сильная вспышка проповеди Божьего Слова. И написано, что она направлена ко всякому племени и колену и языку и народу. В шестом стихе здесь написано. Ко всякому. Почему? Потому что, как мы видели, из всякого племени, из всякого колена языка и народа придет это великое множество от великой скорби. То есть это будут люди, которые будут спасены из Бабилона духовного силой вот этой проповеди. Поэтому я и говорю, что эти 144 тысячи это Божий спецназ, потому что Бог бросает их в битву в самое тяжелое время. Их битва понятно, что они против плоти и крови, их битва пробиться проповедью через те заслоны, которые Сатана ставит для того, чтобы не выпустить людей из Бабилона. И мы с вами видим с вами эти заслоны в 11 главе Даниила. Видите, мы с вами скачиваем по нескольким местам Библии, потому что очень много параллелей. 11 глава Даниила. Давайте посмотрим в 45 стихе, что делает Северный Царь. Мы с вами видели, что Северного Царя тревожит тревожит что? Слухи с Севера и Востока. То есть мы с вами только что видим, что такое сухи Севера и Востока это проповедь последнего, движение, которое Бог делает, движение, которое 144 тысячи делает, они его тревожат и написывают, что Северный Царь выйдет большой яростью, чтобы погубить многих. Это и есть великие гонения и указ о смерти и казни, который выйдет в самое последнее время. Потому что он уже, видя, что он не может удержать пленных, он будет их казнить. пленные будут выходить из Бавилона и он будет казнить их, потому что они выходят, потому что не хочет отпустить своих пленных. Он не хочет открыть темницу. Посмотрите, что дальше он делает. В 45 стихе написано, он раскинет царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу и никто не поможет ему. Аминь. Я очень рад, что он придет к своему концу и никто не поможет ему. Но что он делает перед этим? Между морем и горою святилища преславного он раскидывает что? Шатры. В еврейском языке это слово там написано мешка. То есть скиния. Святилища. Во множественном числе. Что такое святилище? Это религия фактически. Святилище это религиозное учение, это церковь, если угодно. Он создает их во множество он создает много новых религиозных течений. Но это все шатры его дворца написаны. Царские шатры его. То есть в еврейском языке так и звучит. Написано, что это скиния его дворца. То есть дворец у него один. Понятно. Правитель один. И даже на земле мы знаем из пророчек Селин-Лай то, что все эти нити будут в конце концов вести к папскому престолу. Это папская система, которая все это окутает, но религиозные движения сами будут очень много разных. Они все будут подчиняться одной системе и за этой системой мы понимаем, что стоит сам сатана. Как в книге Откровения написано, что они поклонятся драконов. Все люди на земле поклонятся дракону через зверя. Но религиозных вот этих систем внешне будет много разных. Будет много разных. И где он их поставит? Посмотрите, он их поставит между горою Преславного Святилища и морем. Что такое гора Преславного Святилища? Гора, где находится храм, это Сион, правильно? Кто находится на Сионе? Мы с вами видели, 144 тысячи находятся на Сионе. Что они делают? Они проповедуют, правильно? Правильно. А что такое море? Это народы земли. Это все народы земли. То есть гора Сион, 144 тысячи, несущие последнюю Божию пробивную проповедь. И есть все народы земли. И что делает Мобион? Он вклинивается между ними. И он ставит между ними, ставя между ними много разных разных святилищ. Для того, чтобы сила проповеди 144 тысяч не пробилась к великому множеству людей, святилища. Он ставит много разных святилищ, которые заслонят. Здесь написано, что он не преуспеет, то есть у него не получится, все-таки люди будут слышать, потому что Бог будет вести эту последнюю битву, но он пытается это сделать. И эти святилища нужно много разных культур на этой земле, много разных психологий, много разных хобби, предпочтений, чего угодно. И он будет создавать святилища под любой вкус и любое настроение. Да, они все будут вести в конце концов к одному дворцу, они будут управляться из одного дворца, но они могут быть даже очень разные по своей на разные народы, на разные культуры. Главное, чтобы Вечная Евангелие 144 тысяч не пробилось в это огромное море народов и не освободило бы оттуда великое множество, которое символизируется как лод. Мы с вами видели. И теперь давайте посмотрим, что происходит в книге Бытие. Мы с вами только что смотрели эту битву, эту войну, как она имеет параллель с тем, что в книге Даниила и она имеет параллель с тем, что в Откровении. Теперь давайте посмотрим опять, что происходит дальше. Вы сказали, Лота освобождает там кто? Абраам. Значит, Абраам там это модель кого? 144 тысяч божьего остатка. Если Лот здесь или Амон и Муах написано у Даниила там в один секторе, это великое множество, которое пройдет через великую скорь, которые окажутся в Бавилоне, потом они выйдут из Бавилона, потом их убьют, потом они воскреснут, когда Христос придет, то Абраам здесь это 144 тысячи на горе Сиона, потому что Абраам именно теперь будет атаковать Бавилоня и вызволять Лота из плена. Посмотрите, я читаю 14 главу Батия 13 из тех, и пришел один из уцелевших от этой войны и известил Абраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры и его союзников. Абраам услышав, что Лот племянник его взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей до дама. Итак, во-первых, это первое место в Библии, где упоминается слово еврей. То есть впервые в Библии слово еврей вот здесь Абраам назвал евреем. Это неспроста. Слово еврей на языке оригинала шапиру отсюда хиброни по-английски, отсюда хиброни по-азербайджански. Это означает перешедший на другую сторону переселенец. Абраам здесь назван так, чтобы подчеркнуть, что он странник, переселенец, он живет ни здесь, ни там. Он и не Содомий и Гаморий, он и не Вавилоний. Он, как кочевник, живет отдельно. Да? Так. Эрен Вай пишет о том, что по моменту последних гонений 144 тысячи уже не будут жить ни в городах, ни даже в деревнях, но будут фактически скрываться в горах. Здесь есть параллель. Абраам находится именно в этом состоянии. Он не живет ни в городе, ни в деревне, ни в усадерен. То есть он отдельно от всех. 144 тысячи они будут вынуждены выселиться из городов, потому что не попасть под этот контроль тоталитарный, который будет. Дальше написано, что Абраам услышав о том, что лод попал в плен, он собирает своих тренированных, причем написано не просто так, 144 тысячи не просто так, они тренированные. Он собирает своих тренированных ребят, идет в атаку, и написано, что он нападает на вавиланян и его союзников и преследует их до Дана. Почему преследует до Дана? Что где бога не был Дан, это северная граница Израиля. Он нападает на них, они брали Содома Гамору, потом они в Израиль, он их вытесняет на север, преследует до Дана, и значит вытеснить их с пределов Израиля. Фактически Абрам зачищает опять Израиль, он освобождает всю территорию, он преследовал до Дана, он изгнал их из Израиля, он освободил Лота и тех людей, которые с Лотой, понятно, что там не одна семья была, там много людей было в плену, у Лота тоже было, наверное, много людей, вот он освобождает их из плена. И это и есть символ того, как в книге правил Даниила написано, что Муафы, Омон, от царя Северного. И это Абрам в данном случае здесь есть еще следующая параллель. После всего этого, что происходит у Абрама? Вы помните, что 124 тысячи живыми встречают в книге Откровения, да? Живыми встречают в крестах. Что происходит после этого у Абрама? После победы над бавилонянами и их союзниками, он освобождает Лота из бавилонского плена. Мы с вами знаем, что это такое, то есть это великое множество людей, попавших в ложное пробуждение и оказавшихся в ложной людьерной системе. 144 тысячи пробиваются через этот заслон, который создает Северный Царь из своего дворца, из своих святилищ, пробиваются, они позволяют многих людей из бавилонского плена. Что происходит после этого? 144 тысячи приходят в Христос, да? То есть после этого всего второе пришествие. 144 тысячи это те люди, которые будут встречать Христос живыми. 14 главе Бтия, что происходит у Абрама после этого? После того, как Абрам одержал эту победу, в 18 стихе что написано? И Мельсиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего и богословил его и сказал, богословен Абрама от Бога Всевышнего в ладыке неба и земли. И богословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твоей. После этой победы к Абраму приходит Мельсиседек, что является в общем символом, типом того, что к 144 тысяч приходит Христос. И Мельсиседек ему приносит хлеб и вино, что является символом спасения. Хлеб и вино вы помните, и Христос с учеником угощал хлебом и вином. То есть это символ спасения. Мельсиседек в Библии, вы знаете, в послании к евреям Мельсиседек символизирует Христа. И здесь Мельсиседек появляется именно в тот момент, в который нужно. После того, как Абрам одержал эту победу. 145 тысячи будет живым встречать Христа, как Абрам встретил Мельсиседека после своей победы. Великое множество, как мы знаем, пройдет более неприятный путь. Они пройдут через смерть, они пройдут через эту великую скорбь и пострадают. Здесь еще есть такой момент. Вы помните притчу Иисуса о десяти девах, ожидающих жениха. Она написана в Евангелии Матвея в 25 стихе. Вы помните, что он говорит, что Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые ожидали жениха. Они взяли седе сетейники, пять из них взяли достаточно масла, пять из них взяли недостаточно масла. Они все заснули, ожидая жениха. И когда был крик, что жених идет, они проснулись, у пяти из них оказалось достаточно масла, и они были спасены. Пять других не были спасены. Правильно? И большая часть христиан, когда читают это, говорят, что Бог хочет видеть нас пятью разумными девочками. Друзья, в этой притче есть еще третья группа людей. Те, кто кричат. Потому что в полное послышался крик, жених идет. Полночный крик совершается Божьими людьми. Это и будет то самое проповедь, свидетельство 144 птиц. Это и есть та самая атака Абраама. Это и есть та сила, которая выведет этих... Что значит, что они заснули? Они попали в этот духовный плен. И крик вылетит их оттуда. Друзья, никого не удивляло никогда, что читают эту притчу. Говорят, что идет жених. И там десять девов ждет. И почему никто не говорит, что в этой притче должна быть невеста? Но если идет жених, кому идет жених? К десяти девам? К невесте идет. В этой притче есть невеста. Она-то и кричит. Невеста это и есть та, которая будет встречать Христа. 144 тысячи если в год встречать Христа живыми. А когда Христос невеста это та единственная, которая не спится. Я бы так сказал. Эти десять девы они могут заснуть. Невеста не заснет, потому что это ее свадьба. она это понимает. Ей не спится. Я никогда не был невестой, но я подзываю с этим должно быть так. Вот этот сумасшедший, который Ледион имел, он тоже никогда не спал. Но это другая история. Он на камне сбился, да, и так уже не видно. Но невеста ей не спится. Поэтому в тот момент ей открывает, она понимает, что жених идет, что это близко. И она кричит для пробуждения тех остальных, которые заснули, тех, которые оказались в духовном плену. И часть из них спасается. Та часть, которые все-таки имели какой-то определенный духовный багаж, которые имели определенный доступ в отействие Святого Духа, символизированный этим массом, они спасаются. Другая часть нет. И поэтому Господь хочет видеть нас, Господь хочет нас видеть в этой притче не пятью разумными даже мы делаем, но это как бы на крайний случай. Но в идеале он хочет нас видеть именно невестой. Он хочет, чтобы мы не спали. Давайте теперь посмотрим еще одна вещь, очень важная. Вы помните, что написано в Коринфе нам? Первым Коринфе нам, шестой главе, во втором стихе. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более делать житейские? Понятно, о чем здесь пишет апостол Павел. Божий народ действительно после всех этих событий на земле будет судить будет судьями. И в том числе будет судить не только людей, но и тех демонов, то есть ангелов сатаны, здесь написано ангелов, то есть падших ангелов, которые вслед за сатаной боследовали когда-то, участвовали в восстании на небе и были неизвежены на землю. Божий народ будет судьями их и свидетелями против них, потому что они участвовали, Божий народ часто у вас в этих событиях. Так вот, когда в процессе этой битвы Бог делает так, сатана пытается что-то противодействовать, Бог бросает бой в свой последний в самый лучший отряд, который мы уже видели, кто это такие, сатана пытается не опустить все равно своих людей из плена, он убивает их. В самый последний момент, когда битва уже проиграна, что происходит у Абрама? в 14-й главе, в 21-м стихе, написано, что когда Абрам пришел к царю Содомскому, победив войне, освободив людей и имущество награбленное и награбленное, царь Содомский сказал Абраму, что возьми теперь вот это имущество, возьми его себе, ты его заслужил. Что это такое? Абрам это те самые 144 тысячи, которые будут судены. За Содомом так же, как и с Баблионом мы понимаем, что стоит Сатана. Друзья, Сатана пытается дать взятку судье. Он знает, что эти люди будут его судить. И он пытается дать заранее взятку. Что в процессе суда в процессе ну представь себе, что ты судишь в тысячелетнем царстве, ты рассматриваешь дело какого-то демона. И в процессе рассматривания это дело ты видишь, что этот демон тебе чем-то помогал серьезно. Финансовым, здоровьем, еще чем-то. Где-то что-то он располагал людей. То есть ты видишь, что он тебе помогал. Можешь ли быть тогда объективным в отношении этого дела? Сатана не только воюет против Божьих людей, он еще пытается им дать взятку всегда. Потому что он понимает, что те, кто будут спасены, будут судья. Просто надо быть, если мы это понимаем, надо быть к этому готовы. Значит, если он дает взятку, не брать надо. Взятку не берем никогда. Нам нужно богатство и благословение только от Бога. Сатана свое благословение всегда предлагает. для того, чтобы мы стали обязанными ему в чем-то. Друзья, каждый из нас, сидящий здесь сейчас, Господь желает видеть нас в числе 144 тысяч. Потому что мы с вами стоим на пороге самого последнего времени, когда Бог скажет Сатане, что все, эти люди готовы, я отпускаю силы, которые скованы. И посмотрите, что написано в 12-й главе Даниила, я прочую 2-й, 3-й стихи. И многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на твердых, и обратившие многих к правде, как звезды, в обеке и навсегда. Господь здесь показывает, что среди его людей будут те разумные, которые обратят многих к правде. Это и есть те самые люди, которые понесут Божью весть. Это последнее самое трудное время. Мы должны с вами быть готовы к тому, что будет ложное религиозное пробуждение, что нужно понимать, что ложное религиозное пробуждение из щупальца сатанинской системы через папство, но это не единственная система в его руках, могут проникать куда угодно, даже в духовный израиль, в любую организацию, в любую церковь, ничто не застраховано. Я не обменяю конкретных людей никогда, но я понимаю, что любая организация не застрахована от того, чтобы в ней не стали инжектировать, как сказать, то есть прыскивать какие-то ложные учения. Поэтому мы должны понимать, что мы держимся именно за Бога. Идем только за Бога. И должны быть готовы к тому, чтобы громким кричем, кричем невесты, пробудить в свое время тех, кто заснет. И об этих людях сказано, что они, обратившие многих правде, будут сиять, как звезды. Спасибо. Давайте вместе помолимся Богом. Всевышний Всемогущий Господь, слава и хвала Тебе, Господь. Мы славим Тебя, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь перед нами весь план войны, Господь. Тогда, когда даже и враг может только еще планирует, но Ты показываешь, как это будет, как это все будет происходить. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты каждый день буквально открываешься, показываешь новые грани этого процесса, новые грани Твоего характера и Твои планы для Твоих людей, Господь, чтобы мы понимали, чтобы мы были готовы к этому, чтобы мы не попадали в ловушки, Господь. Мы просим Тебя сейчас, мы просим Тебя, чтобы Ты в нашей жизни помог нам очищаться, преобразовывать наше мышление, Господь, откинуть в сторону какие-то предрассудки, ценности, которые чужие, которые не от Тебя, все, что не от Тебя, Господь, Ты сожги, отбрось в сторону, освободи наш разум от тех оков, в которых Он находится, освободи наш Дух, Господь, освободи для того, чтобы мы Духом Твоим могли соприкасаться с Твоим Духом, Господь, чтобы мы могли быть с Тобой, Божьим, чтобы мы могли понимать, как Ты смотришь на все эти вещи, чтобы мы могли видеть, какие пути Ты для нас предусматриваешь, как Ты нас хочешь вести. Подготовь нас, тренируй нас, Господь, дай нам оружие, дай нам силы, дай нам мудрости, Господь, о всем. Мы желаем, Господь, воевать в Твоих рядах, мы желаем, Господь, встречать Тебя, Господь, мы желаем послужить Тебе в том, чтобы помочь другим многим людям, Божьим, которые многого не знают, но которые чисты сердцем, которые желают быть с Тобой тоже, Божьим. Господь, быстрее, завершай это дело на земле, Господь, потому что и Дух, и Невеста говорят, приди. Мы говорим, приди, Господь, быстрее. Мы понимаем, что это уже последнее время, это даже добавочное время уже, которое сейчас на земле, Господь. Мы просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты помог в тех местах, пробелах наших сил, где мы не можем что-то сделать сами. Научи нас, подкрепи нас, Господь. Восполни наши неудачи, восполни наши слабости, Господь. Будь с нами, Духом Твоим Святым. Мы веряемся в Твои руки, Господь. Слава и Павла Тебя. Аминь. Аминь. Мякоi. Продолжение следует...